Взять вот так вот раз канистру и еще одну канистру с бензином и взять еще одну канистру и оставить все это дело на год, прям четко на год, а через год посмотреть как вам моя панамка. Всем привет, ребят! Ну что помните, да, вот эту историю, которая у нас приключилась 1 апреля 2020 года. То есть я взял три вот таких замечательных канистры, две из них пластиковые, одна железная, залил сюда бензин, одну канистру мы открыли, ну просто оставили открытую, одну пластиковую канистру мы закрыли, а металлическую имитировали, ну скажем так, бензобак, видите, да, здесь у нас типа такая трубочка сапуна, ну а горловина сама закрытая. Все это сподвило у нас еще тогда, помните, да, когда мы бензин оставляли в тазике, смотрели с какой скоростью он испаряется, ну и конечно та же самая история, та история, которую я вам уже рассказывал, когда у нас всю зиму машина простояла в гараже без мотора, пришла весна, мы собрали, все в движок поставили, все было классно, но завести мы ее не смогли, пока не поменяли бензин. Берем мерные тарочки, наверное, литрушечки перельем туда, подпишем их, отвезем в лабораторию и посмотрим, что они нам скажут. Как он изменился или не изменился, то есть можно на нем ездить и если можно, то на каком, если вдруг что-то изменилось. В общем, я думаю, лабораторные анализы нам все покажут. Поехали! Ну вот, ребята, доехали мы до заправки. Здесь сегодня у нас лаборатория, такая выездная, но мы сейчас нальем образцы, отдадим им, то есть они увезут к себе в сертифицированную лабораторию, сделают нам, я думаю, исследовательский метод и моторный. В общем, ну мы сейчас все узнаем. Взял вот такие бутылочки побольше, чтобы уже, так сказать, было все, это дело поточнее жалеть не будем. Ну, правда, как вот жалеть не жалеть, я не знаю. Вот эта, которая выдохшаяся, вернее открытая была, она выдохлась за год. Не, ну два литра там точно будет. Вот, помните, я подписывал? Открытая была. В канистре-то железная, вот даже цвет поменялся, это будет первый. Вот так вот, замечательно. Ну и все, в принципе, все готово. Ну все, все у нас готово, все у нас хорошо. Давайте-ка мы все это дело отнесем в лабораторию. Здравствуйте. Здравствуйте. Владислав. Анастасия. Анастасия. Классно. Получается, что три вида, вернее, один вид бензина, один вид топлива. Одна проба. Разлита? С одной канистры, да, разлита в три канистры. Одна была пластиковая и закрытая, одна была пластиковая и открытая, а третья была металлическая, с просверленным отверстием, ну, имитация запуна бензинового бака. Ну, как будто у нас бензин год провел в баке, но остальные образцы просто в пластиковых канистрах, закрытые и открытые. И вот хотелось бы узнать, что с ним произошло. Хранение топлива допускается в темной, плотно закрытой таре. Срок годности топлива один год с момента изготовления. Топливо должно храниться при определенных условиях. В случае, если условия не соблюдаются, то наши полученные результаты могут отличаться от результатов, которые заявлены в паспорте на продукцию. Ну, в частности, если топливо хранилось открытым, при нестабильных температурах, могут измениться такие показатели, как октановое число, плотность и фракционный состав, это основные показатели. Ну, и так как это топливо, ну, не соблюдались требования хранения, оборудования мобильной лаборатории недостаточно, и мы эти пробы передадим в аккредитованную испытательную лабораторию, где уже более, узнаем более конкретные результаты. В общем, ребят, оставляем в опытные руки наши образцы, и через несколько дней, я думаю, мы уже получим результаты. Да, результаты будут. Ну, все, у вас это будет пшшш, а у нас всего лишь несколько дней. Погнали дальше. Ну, и вот, ребята, прошло несколько дней, мы вернулись обратно сюда же. Здравствуйте еще раз. И сегодня мы узнаем результаты по поводу нашего бензина. Что же с ним произошло, как изменился он, не изменился. Рассказывайте. Мы провели испытания трех проб. Здесь можно объединить первую и третью пробу, прокомментировать вместе, и вторую. Первая и третья проба по проверенным показателям не соответствуют требованиям нормативной документации. В эти пробы были значительные отклонения по результатам давления насыщенных паров, фракционный состав, плотность и массовая доля серы. Что с серой произошло? Увеличилось. Увеличилось. Собирание серы. Ага, понятно. Там не очень много, чуть-чуть больше. А, чуть-чуть больше. И да, если я вам дам протоколы испытания, мы посмотрим потом, там небольшая разница. При хранении данных проб не соблюдались требования. То есть это испарились легкие фракции, исходя из этих показателей. Еще могу сказать, что это топливо некондиционное. Заправлять таким топливом автомобиль опасно, это может привести к поломке. Еще в этих пробах октановое число не определялось, потому что, исходя из этих показателей, были риски испортить установку для определения октанового числа. По пробе номер 2, там октановое число, отклонение только по октановому числу, оно чуть ниже нормы. Но там все показатели в пределах нормы, которые были перечислены, по которым были отклонения в первой и во второй пробе. Это фракционный состав давления насыщенных паров, плотность и сера. Это говорит о том, что в условиях хранения, возможно, где-то были нарушения, но герметичность упаковки была не нарушена. Вот так вот, короче, поняли, как нас лихо раскусили, что у нас не герметичные тарки-то были, да? Да. Неужели так сразу понятно? Конечно, легкие фракции, они сразу выветриваются, испаряются, не держатся в топливе, вот и все. Ну, это вот как раз этот показатель, как там давление из паров. Давление насыщенных паров, которое влияет на запуск двигателя. На запуск двигателя. Вторую все-таки мы правильно, ну, практически правильно хранили, да? Да. Поэтому, друзья, ну, выводы отсюда сделаем чуть позже. А у нас остались там какие-то еще образцы, или вы их выкинули? Есть. Есть? Да. Да я все-таки хочу попробовать мотор позаводить. Ну, погазовать, может, что-нибудь развалится, а может, не развалится. Ну, мне просто интересно, что из этого получится. Может, как бы... Поэкспериментировать. Поэкспериментировать надо обязательно, потому что дать, как говорится, дрозда, чтобы перегородки вылетели, это классно. У меня просто есть мотор, который еще нормально работает. Два. Хорошо. Два. Два. Ну, мы дадим пробы. Хорошо, спасибо. В общем, ребят, пока у нас результаты вот такие. Надеюсь, всем все понятно. В общем, два образца мы все-таки немножко это, подиспортили. Поэтому погнали на базу. Зальем это все дело в карбюратор. И будем заводить. Поехали. Ну, и, конечно же, ребят, надо все это дело теперь проверить на автомобиле. Вот с меня загнали тачку. Она холодная, с улицы хорошо. Все замечательно. Разобрали карбюратор. Вот сейчас отсюда весь бензин, который здесь был. Ну, потому что в любом случае здесь бензин был хороший, свежий. Бензонасос отключили. Там все прокачали. Там больше ничего нету. Весь мотор облили. Нормально. Сейчас выкачаем с карбюратора. Ну, и давайте начнем, наверное, все-таки вот с вот этого. Имитация топливного бака. То есть, то, что у нас была канистра вот с такой трубочкой. Перелил все-таки, ребят, из этой гидрашки в такую полторашку, потому что, мало ли, вдруг, если все это дело заведется, надо же будет прокатиться. Кто сказал, что Жигулей-то не машина? Нет, да это фигня. Стой, ну, все-таки вроде завелась. Все хорошо. Ну, давайте попробуем проехаться на нем, посмотреть, что получится. Заводится очень плохо, очень прям безобразно. Ого. Ну, все, поехали. Чихает, стреляет, я надеюсь, вы слышите. Это какой-то тихий ужас, блин. Так. Это что сейчас было? Чих-пых, что такое-то? Давай, 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 давай. То есть, на холостых еще как-то работает. Надеюсь, вам слышно. А вот ехать она вообще на нем не хочет. Блин, а почему? Потому что, похоже, бензин действительно выдохся. Вроде раз разгазуешь, вроде рвануло, и тут же скидываешь сама обороты, ехать не хочет. Ну, давай, 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 хоть на второй-то разгонись. Вот, вроде все, поехало. Вроде маленько распинал. Но как-то на удивление, неинтересно это работает все дело. Давай, покачайся, чтобы кто-то бензин вышел. Ой, какого цвета он, бля, бля. Не очень, чтобы очень. Тот, который был вообще открытый. Его, правда, тоже немного осталось, потому что большая часть, похоже, действительно испарилась. Давай, пробуй. Нет, и на нем заработало. Смотри. Ну, это хорошо. Это не может не радовать. Оп, тихо, тихо, тихо. Поехали. Раз, поехало. То же самое. Снизу, вообще, почему-то не хочет ехать. А почему? Потому что, видать, действительно, оттуда все испарилось. Так-то, вроде, когда оборотов наберет, вроде едет, вроде нормально. Сейчас посмотрим по поводу, что там с дымом у нас. Ох. Пытается разогнаться, но как-то совсем прям не хочет. В любом случае, смотрите, лабораторные исследования бензина показало, что то, что два образца вот у нас, который был после лаборатории, сказали, что его вообще в двигатель заливать нельзя. Но Жегули, блин. Друзья, в общем, прождали мы этот год. Целый год мы ждали, когда можно будет провести вот этот эксперимент. Все, что нам выдали в лаборатории, вы все это видели своими глазами. Я сам посмотрел, очень сильно удивился. Хотя, что удивился? Ну, канистра одна открытая. Да она и вторая, считайте, была открытая. Если честно, я думал, что не заведется. Вот прям не должен был он завестись. Но поскольку, поскольку движок отрепетированный и, повторюсь, потому что он не так давно запускался, скорее всего, только из-за этого. Если бы он простоял вместе с этим бензином год, хрен бы он завелся. Поэтому, ребята, вот такой вот у нас получился замечательный эксперимент. Храните автомобили, правильно? Храните бензин, правильно? А у меня на этом все. Поэтому смотрите нас, подписывайтесь, обязательно, что-нибудь предлагайте, комментируйте, ставьте вот такие лайки. Ну, все. Пока. Ну, и, конечно же, ребята, не могу вам не напомнить, помните всякие футболочки, кепочки, обложки для документов, носочки, машинки, кружечки. В общем, море всего. Наш мерч. Ссылочки будут в описании. Проходите, заказывайте.